Здравствуйте! В эфире программа «Чрезвычайная ситуация». Сегодня в нашей программе вы увидите. Вспоминая катастрофу, 9 лет прошло со дней аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Научись спасать жизнь! Новый чемпион Алтайского края по пожарно-прикладному спорту. Коротко о важном. Еще раз о безопасности. Аварийно-спасательные работы на месте катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС вошли в историю как образец четких и слаженных действий большого количества сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям из разных регионов. Сегодня мы попросили рассказать о тех днях одного из участников работ. Утром 17 августа 2009 года в 4.15 по московскому времени в результате гидродинамического удара произошло разрушение второго гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС в Республике Хакасия, что привело к обрушению стены кровли машинного зала, выходу из строя 10 турбин. Произошло затопление производственных уровней, находящихся ниже машинного зала, короткое замыкание в системах управления генераторов, что привело к полному прекращению работы гидроэлектростанции. Вышедшая из-под контроля водная стихия в считанные минуты унесла десятки человеческих жизней, а гигантские агрегаты превратила в груду бесполезного железа и бетона. Уже предварительная оценка масштабов аварии и ее последствий позволила специалистам сделать вывод, справиться малыми силами, разобрать завалы, найти погибших и пострадавших здесь не получится, необходимо привлекать дополнительную помощь. Ольга Дыдина, старший психолог отдела воспитательной работы, вошла в состав одного из сформированных сводных отрядов Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Так сложились обстоятельства, потому что примерно в это же время мы должны были с психологом Сибирского регионального центра отправиться на соревнования в Республику Алтай. То есть там были соревнования поисково-спасательных расчетов кинологической службы МЧС России. И вот мы должны были быть на этих соревнованиях. И буквально на утро, когда мы должны были отправляться туда, мы услышали из новостей, что случилась такая трагедия. Конечно, пожарные спасатели, психологи не знали наверняка, что им предстоит, насколько сложными окажутся аварийно-спасательные работы. Но было ясно, что работа предстоит трудная, и все были готовы к этому. Мы знали о том, что есть гибели людей, то есть точной информации не было, сколько конкретно. Но мы предполагали, что нам необходимо будет работать с родственниками, с погибших. И мы тогда на тот момент не знали еще сколько пострадавших. Ну и, соответственно, понимали, что и с ними, и также с семьями. Также мы, посмотрев в новостях, узнали, что это совершенно небольшой поселок в Черемушке, что там жители, в принципе, все хорошо друг друга знают. И, ну, как бы это получилась такая глобальная травматизация именно поселка. То есть это ГЭС, которая давала уверенность и силу каждому. То есть это основная работа людей. Ну вот, и, конечно, наверное, основное было то, что большое количество людей было вот именно психологически травмировано. По прибытии на место наших земляков разместили в местной больнице. Уже на следующий день они приступили к работе. Титанический труд по разбору завалов, поиск погибших, пострадавших. И, конечно, психологическая поддержка нуждающихся. Упор был у нас на работу именно с населением. То есть это оказание психологической помощи родственникам, пострадавших, погибших и не только. То есть все люди, которые обращались за психологической помощью, поддержкой, то есть мы работали с ними. Это и консультирование, это и работа с детьми. То есть иногда родители не знали, как сказать ребенку о том, что случилось. Поэтому мы как бы эти все моменты мы отрабатывали. Безусловно, для психолога Ольги Дыдиной, как и для всех участников работы, эти дни стали серьезным испытанием. И в то же время это был бесценный опыт, суровая школа настоящего профессионала. Для меня это была вообще первая ситуация, когда я уже непосредственно сама работала в чрезвычайной ситуации. То есть до этого момента мы психологи, на экстренное реагирование у нас не было. И это единственная, как бы первая моя такая практическая работа была, применение моих теоретических знаний, именно на практические. Но знать теорию — это одно, когда работаешь на практике, и сказать, что это какая-то шаблонная или одинаковая работа — нет. То есть люди все разные, реакции у всех разные. Соответственно, каждая работа уникальна с каждым человеком. Та ситуация была как бы такой отправной точкой, и она позволила нам уже на местах строить работу по оказанию психологической помощи уже, наверное, более качественно. Потому что нас возглавляла сама Юлия Сергеевна, нашу группу, Шойгу. То есть и, как говорится, практический опыт мы получили из первых рук. То есть у них на тот момент уже был большой багаж умений именно практических. И то есть мы работали в одной команде. И как это бывает в таких случаях, беда сплотила людей — спасателей и тех, кто нуждался в их помощи. Пережить тяжелые дни можно только так, объединившись, почувствовав близость, казалось бы, чужих людей. Когда уже по окончанию наших работ, мы знали практически уже всех жителей в лицо, и они нас тоже. И было очень приятно, когда они приходили или просто идешь по улице, они там благодарили. Ну и в конце уже начали нам печь пирожки, приносить яблоки. То есть как бы вот, ну как одна большая семья. Наши спасатели, в короткий срок справившись со своей задачей, по праву заслужили благодарности руководству и простых людей. Тогда, 9 лет назад, они сделали все от них зависящее и продолжают выполнять свои задачи, также ответственны и самоотверженно по сей день. В заключении стоит сказать, что само время, насыщенное авариями и катастрофами, предъявляет особые требования к тем, чья задача помогать людям. Не отступить, не сдаться, ответить на просьбу о помощи — долг каждого спасателя. И они остаются верны этому долгу. История знает немало тому подтверждений. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю и Министерство образования и науки проводит большую совместную работу по пропаганде знаний в области оказания первой помощи, а также психологической поддержки пострадавшим. Первая помощь — область деятельности, к которой МЧС России имеет самые непосредственные отношения, как при выполнении функций по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, так и в области пропаганды культуры безопасности. В рамках системы мероприятий по культуре безопасности и жизнедеятельности в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю в 2017 году стартовал Всероссийский проект «Научись спасать жизнь» направлен на мотивацию и обучение населения принципам оказания первой помощи и психологической поддержки. Основная его идея заключается в том, чтобы любой человек, не имеющий специального образования, смог в экстремальной ситуации оказать помощь пострадавшему человеку до приезда специалистов. Оказание первой помощи действительно может стать принципиальным в вопросе жизни и смерти пострадавшего. И очень важно, чтобы в каждом учебном заведении, в трудовых коллективах были люди, умеющие оказывать первую помощь. Основополагающим принципом проекта «Научись спасать жизнь» является информационная доступность в простой и понятной форме научиться оказывать первую помощь, которая может спасти жизнь пострадавшим людям до приезда профессиональных спасательных служб и врачей. Благодаря проекту «Научись спасать жизнь» МЧС России становится проводником славных и замечательных дел. Умение оказывать первую помощь показывает в том числе и уровень социального развития общества, который повышается с каждой спасенной жизнью. Данный проект направлен на создание в Алтайском крае системы обучения добровольцев, способных транслировать правила и алгоритмы оказания первой помощи и психологической поддержки самым широким слоям населения. В рамках проекта «Научись спасать жизнь» специалисты МЧС выступают с показателями мастер-классами по оказанию первой помощи и психологической поддержки перед различными категориями граждан, решая таким образом не только мотивационную и пропагандистскую задачи, но и обучая практическим навыкам оказания помощи. Если человек маленько адекватно начал вас поднимать, то вы проплываете, поставляете плечо, человек берется за плечо, и вместе гребем, говорите, гребете, да? То есть знакомый ваш тоже так же сделает. Когда человек не знакомый, ваша задача зайти со спины. То есть если вы будете заходить с лица, то человек обязательно вас будет топить. То есть вы замырнули, получилась ситуация, что вы выплыли все равно с лица. Он уплывает, и первое, какие случаи бывают, это хватает за запястье. Закрываете спины и делаете захват, да? Вот таким образом. Для чего это идем? Первое, фиксируете руку, второе, шея, поклоняете на себя и говорите на вкус. Успокойся, тебя спасая, и гребем вместе. Гребем вместе. Вот. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю с 2016 года ежегодно проходят всероссийские соревнования «Человеческий фактор» среди команд образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, а также общественных молодежных объединений. В общеобразовательных школах края представители чрезвычайного ведомства проводят уроки по культуре безопасного поведения. Организация обучения навыкам первой помощи предполагает трехступенчатую модель – преподаватель, инструктор, исполнитель, что позволяет увеличивать число обученных геометрической прогрессии. С целью обеспечения доступности информации изданы два практических пособия для населения по оказанию первой помощи и по психологической поддержке, которые распространяются среди населения. Их электронные версии размещены на сайте Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Владение навыками оказания первой помощи является не только реальным инструментом, позволяющим спасти жизнь человека, но и значимой составляющей формирования истинных ценностей, нравственных ориентиров общества и каждого отдельного человека, которые не позволяют пройти мимо, когда кому-то нужна помощь. В рамках Спартакиада Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в городе Барнауле состоялись краевые соревнования по пожарно-прикладному спорту, в которых приняли участие спортивные коллективы всех пожарных отрядов края. В рамках Спартакиада Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в Барнауле прошли краевые соревнования по пожарно-прикладному спорту. среди спортивных коллективов и отрядов Федеральной противопожарной службы. Скорость, ловкость и выдержку – именно эти умения продемонстрировали судям и зрителям участники соревнований, проходивших в городе Барнауле на базе спортивного комплекса пожарно-спасательной части номер 2. Ежегодно такие соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития пожарно-прикладного спорта в подразделениях пожарной охраны края, а также повышения спортивного мастерства и боеготовности личного состава. В этом году они посвящены Году культуры безопасности населения, объявленного приказом министра МЧС России. Борьба получилась упорной, а сами состязания – динамичными и зрелищными. На дорожках спорткомплекса встретились спортсмены со всего Алтайского края. Они соревновались как в индивидуальном, так и в командном зачете. Турнир состоял из трех этапов – преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни и третий этап – установка и подъем по пожарной выдвижной трехколенной лестнице в окно третьего этажа. Со слов спортсменов, именно выполнение упражнения заключительного этапа являлось наиболее значимым, требующим много усилий. По результатам выполнения всех трех этапов звания чемпиона Алтайского края по пожарно-прикладовому спорту получила команда четвертого отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – город Рубцовск. Второе место заняла команда специального управления Федеральной противопожарной службы номер 36 МЧС России, завоевавшая первое место в прошлом году. Бронзовую медаль соревнований завоевала команда первого отряда из города Барнаула. В нашем следующем сюжете мы расскажем о некоторых простых, но крайне важных правилах пожарной безопасности. Причины пожаров разные, но суть одна – потеря материальных ценностей, а еще трагичнее гибель и травматизм людей. Многие люди всерьез задумываются над вопросами, связанными с пожарной безопасностью, а те, кто пренебрегает простыми, но жизненно важными правилами, становятся жертвами пожаров или их виновниками. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю призывает соблюдать простые правила, чтобы обезопасить себя, своих родственников от беды. Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы. Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно. Своевременно очищайте территорию дома или дачи от мусора сухой травы. Не сжигайте собранный после уборки мусор. В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям со спичками. Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей. Пользуйтесь только исправными электроприборами, розетками, следите за состоянием изоляции электропроводки. Не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов. Не бросайте непогашенные спички и окурки. Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения, огнетушитель, емкость с водой и ведро. Уходя из дома, убедитесь, что все электронагревательные и газовые приборы выключены. Не оставляйте в лесу самовозгорающий материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность. Соблюдение этих простых правил поможет сберечь жизнь и имущество. Даже находясь на отдыхе в минуты веселья и праздника, не стоит забывать о собственной безопасности. Сегодня мы рассмотрим основные правила обеспечения пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах. Для защиты граждан от пожара торгово-развлекательные комплексы оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установкой пожаротушения, а также планами эвакуации и огнетушителями. Оповещение о пожаре происходит посредством звукового сигнала или речевого обращения, переданного через средства системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. При получении сигнала оповещения действуйте, исходя из инструкций дежурного персонала торгово-развлекательного комплекса. Если после оповещения о пожаре инструкции от дежурного персонала не поступило, не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие и самообладание. Если с вами дети, крепко держите их рядом с собой. Оглядитесь. Постарайтесь спокойно оценить окружающую обстановку. Есть ли наличие дыма? Видите ли вы открытое горение? Если опасность вами не обнаружена, то воспользуйтесь путем, которым вы зашли в комплекс. Если вы в затруднении, воспользуйтесь планом эвакуации людей, который имеется на каждом этаже. На нем отмечена точка и ваше месторасположение. Для безопасной эвакуации с каждого этажа здания предусмотрены эвакуационные выходы. Они обозначены световыми табличками. Двери эвакуационных выходов оборудованы замками, обеспечивающими возможность открывания их изнутри без ключа. Осуществлять движение нужно вдоль капитальных стен. В случае задымления двигаться нужно максимально пригнувшись к полу. В случае пожара нельзя пользоваться лифтами и эскалаторами. При получении сигнала оповещения незамедлительно покиньте здание. Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности позволяет сохранить жизнь и здоровье в непредвиденной и опасной ситуации. Увы, как показывает статистика, многие любители свежей рыбы в пылу азарта забывают о соблюдении элементарных мер безопасности. Сегодня порыбачим. А ведь любой водоем, даже давно знакомый, является местом определенного риска, особенно если ловить рыбу с лодки. Перед посадкой в лодку надо осмотреть и убедиться в наличии ее исправного состояния, а также необходимых вне приспособлений. Весел, руля, уключен спасательного круга. Отнеситесь к этому максимально серьезно. Да, мы на рыбалке. Да, немножко выпили, но ничего страшного. Сюда клев идет классный. И, конечно, самое главное, не употребляйте алкоголь. Он замедляет реакцию рыбака, расслабляет его внимание, притупляет чувство реальной опасности. В связи с этим алкоголь и рыбалка – два несоввестимых понятия. Нетрезвому, как известно, и море по колено. Главное при ловле с лодки – уметь плавать. Это умение поможет вам спастись самому и спасти товарища, даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях. В любом случае носите на себе спасательный жилет. Порой приходится ловить с лодки стоя. Займите устойчивое положение, став лицом к носу или корме и немного расставив ноги. Чтобы рыбачить таким образом, необходима определенная сноровка, хорошая координация движений и самоконтроль. И, конечно, лучше, если вы на рыбалке не один. Тогда вам будет кому прийти на помощь в случае беды. Наличие спасательного круга или конца Александрова здесь могут сыграть решающую роль. Ну а грамотно оказывать первую помощь наглотавшемуся воды человеку должен уметь каждый, кто предпочитает отдых у воды всем прочим видом отдыха. Ой, Петя, спасибо, смартфон, жизнь. Ой, правильно, что надо трезвым быть в рыбалке. А я тебе предупреждал, надо соблюдать безопасность, меры. Эта история, к счастью, закончилась благополучно. Как закончится ваш поход на рыбалку, зависит только от вас. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам в ходе регулярных рейдов, постоянной профилактической работы не устают напоминать, рыбалка – отличный вид отдыха, но скрывают за собой множество опасностей. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Помните о наших рекомендациях. И, как принято говорить, хорошего улова. Ни хвоста, ни чешуи. На этом наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Напоминаем, что на территории Алтайского края действует единый телефон доверия Главному управлению МЧС России по Алтайскому краю 65 82 19. До свидания. Берегите себя. Дождь, грозы и сильный ветер в МЧС региона вновь передали шторм-прогноз. Автомобиль восстановлению не подлежит. Жуткая авария по вине пьяного водителя произошла в Барнауле. Пледы, складные стулья и термосы. Как в крае прошла ночь кино. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Очередной шторм-прогноз передали сотрудники МЧС край на сегодня. Дожди и грозы пройдут на большей территории региона. Порывы ветра, по прогнозам, будут достигать 17-22 метров в секунду. При этом максимальная температура поднимется до 21 градуса и лишь в восточных районах до 26. В МЧС предупреждают, при сильном ветре необходимо обходить стороной рекламные щиты, не оставлять автомобили вблизи деревьев. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. Водитель вылетел из окна. Автомобиль восстановлению не подлежит. Подробности жуткой аварии, которая случилась сегодня ночью, читайте на страницах Комсомольской правды Барнаул. О чем еще пишут корреспонденты изданий Сибирской медиагруппы, смотрите в обзоре. Пьяные друзья устроили жуткую аварию. Сегодня ночью в Барнауле сотрудники полиции преследовали подозрительный автомобиль, пишут корреспонденты Комсомольской правды. В результате погони серая иномарка догнала фонарный столб. Это случилось на улице Юрина. Очевидцы сообщают, что водитель был в глубоком алкогольном опьянении. Как и его пассажир. Ростуризм рассказал, как изменятся цены на путевки за повышение НДС. Полит Сибрус, ссылаясь на российскую газету, разместил статью, из которой следует, что отдых станет дороже. Напомним, в начале августа президент страны подписал законопроект о повышении ставки НДС с 18 до 20%. Сотрудники Ростуризма советуют покупать путевки заранее, чтобы обезопасить себя от нестабильного курса рубля. Еще один педагог Рубцовска удостоился звания почетный работник сферы образования Российской Федерации. Об этом пишут корреспонденты Рубцовск.Инфо. Награду получила Лариса Федянина, педагог-психолог Общеобразовательной школы-интерната номер один. Подробности читайте на сайте. Елена Кузовкина. Наши новости. В Алтайском крае вновь активизировались клещи. Сотрудники Роспотребнадзора сообщают, что наиболее неблагополучные территории с высоким риском заражения это Волчихинский, Завьяловский, Краснощоковский, Локтевский, Романовский районы, Барнаубейская, Рубцовская. Именно здесь велика вероятность заражения сибирским клещевым тифом и энцефалитом. На сегодняшний день по информации специалистов с подозрением на эти болезни к врачам обратилось более 250 человек, из них 54 ребенка. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует, находясь на природе, соблюдать меры профилактики. Питомцы не пострадали. Накануне на территории Бурнаульского зоопарка произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около трех часов дня. На вызов незамедлительно прибыли восемь огнеборцев. В считанные минуты им удалось потушить пожар, правда огонь успел уничтожить сено, заготовленное на зиму для животных. Всего выгорело 400 квадратных метров. Благо никто из обитателей не пострадал, рассказал директор зоопарка Сергей Писарев. Он же добавил, что администрация уже подала заявление в полицию об умышленном поджоге. Бурнаульцы в минувшую субботу присоединились к всероссийской акции «Ночь кино». На парковке у торгового центра «Арена» собралось несколько десятков авто. Кто-то планировал смотреть фильмы прямо из окон своих железных коней, кто-то предусмотрительно взял с собой пледы, складные стулья и термосы, чтобы прохладной ночью в импровизированном кинотеатре было комфортно. Мы вот с сыном приехали на «Ночь кино». То есть именно посмотреть, дома нет такой атмосферы. То есть это обычный телевизор, обыденность. А здесь как бы получается, ну, народ сближает, да, постоянно какие-то здесь чемпионаты, что-то проходит. Мы уже, как семейная традиция, всегда приезжаем сюда. Мы впервые на подобной акции. Нам очень нравится. Это прикольно, что тут такая тусовка, коммуникабельность людей. Мы встретили тут своих знакомых. Нам нравится, что тут показывают именно русские фильмы. Напомним, с помощью народного онлайн-голосования для просмотра в рамках акции было выбрано три отечественных киноленты. Последний – «Богатырь», «Рубеж» и «Танки». Начался показ фантастической сказки, завершился фильмом о войне. Кстати, в Барнауле кино этой ночью демонстрировали еще в кинотеатре «Мир», а также в развлекательном игровом комплексе «Барнаульская крепость». Помимо краевой столицы, ночь кино состоялась еще в семи городах и районах края. Чемпионат Алтайского края по керлингу проходил в эти выходные на ледовой арене «Динамо». Участие приняло шесть команд. Три из Барнаула, две из Новосибирской области, одна из Красноярска. Почетным гостем чемпионата стала Екатерина Галкина, заслуженный мастер спорта. Для всех желающих она провела мастер-класс по керлингу и поделилась своими мыслями о развитии этого олимпийского вида спорта в Алтайском крае. О ходе чемпионата и о том, как распределились призовые места, мы расскажем подробно в вечернем выпуске наших новостей. У нас пока процесс тренировок не организован, нам инвентаря не хватает. А так, как можем, тренируемся. А судя по технике? Технику вот у нас вчера чемпионка Екатерина Галкина, она нас похвалила. Уровень самоучек у нас как бы достаточно высокий, она была удивлена. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Черника Форте Эвалар – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черника Форте – для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. Эвалар – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае почти везде пройдут дожди. В большинстве городов температура воздуха составит 18 градусов выше нуля. В Зминогорске камни набеют альменки до 20 тепла. В Барнауле – 19 градусов выше нуля. Ветер переменных направлений, возможен дождь. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. Плодотворной вам рабочей недели. И до встречи. 9 сентября отпразднуй день рождения любимого города. Раскрась буквы Барнаул. Запусти в небо тысячи шаров. А также успей увидеть дневной и ночной салюты. Морозные подарки и отличное настроение гарантированы. 9 сентября, проспект Менина, 152, ДК «Трансмаш». Начало праздника в 15 часов. Яркая развлекательная программа «Незабываемые эмоции» БИСК «Глобал Пати-2018». Впервые в Бийске состоится уникальное танцевальное 3D-шоу, запуск светящихся шаров и выступление специально приглашенного гостя, финалиста проекта «Фабрика звезд» Арсения Бородина. Я приветствую гостей и жителей города Бийска. Меня зовут Арсений Бородин. Я жду вас 2 сентября на БИСК «Глобал Пати». Итак, место встречи «Зеленый Клин». Все начнется в 2 часа дня. Организатор глобального фестиваля фонд Александра Прокопьева при поддержке администрации Бийска. Информационный партнер «Сибирская медиагруппа». Приливы жара, потливость, раздражительность, климакс, лекарство «Циклим». Негормональная терапия при климаксе. «Циклим» от компании «Эвалар». Фиталакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Реагируете на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Приливы жара, потливость, раздражительность. «Климакс» – лекарство «Циклим». Негормональная терапия при «Климаксе». «Циклим» от компании «Эвалар». «Фиталакс» – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарство «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Реагируете на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Приливы жара, потливость, раздражительность. «Климакс» – лекарство «Циклим». Негормональная терапия при «Климаксе». «Циклим» от компании «Эвалар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова